Юрий Москаленко. Путь одаренного. Мастер-ассасин. Книга пятая. Часть первая. Пролог. «И что у нас в славе и что-то опять случилось?» – задал вопрос сильным голосом знакомый епископ. «Все как обычно. Спокойно, владыка. Торговля процветает, потрясений нет, позиции нашей церкви все так же слабы. Но постепенно мы пытаемся наращивать силы. Не очень хотят местные проникаться к высокому учению церкви. Многие сопротивляются как могут. А я ведь предлагал по-другому насадить гегемон церкви в королевстве. Но вы что-то сами постоянно упирались. Все время повторяю, что это крайний путь просвещения, замешанный на большой крови. И что только мечом и железом рай на земле не построишь». Сиди отвесил поклон хозяину апартаментов странный человек. У главной инквизитора в гостях, а сам в светской одежде. Келия, как обычно, просторная и совершенно пуста. Стеллажей с книгами нет, лишнего убранства тоже не присутствует. Стекла в окнах все так же просты. Аскетизм в своей самой извращенной форме. Из мебели, как всегда, только грубо сколоченные столы два табурета. И еще бросается в глаза, что посетитель вооружен. К удивлению, у него не отобрали на входе в келью ни меч, ни кинжал, висящий на широком боевом поясе. Явно к посетителю тут относятся вполне доверительно. «Мы этот вопрос уже обсуждали, незачем возвращаться к ненужной дилемме. У нас и так немного последователей, и мы не главные в статусе основного религиозного канона. Если сильно давить, можно и передавить. Влияние кое-какое на императора есть. Он прислушивается к нашим словам», – медленно и задумчиво произносит епископ. Потом, ненадолго замолчав, что-то взвешивая в уме, и продолжил. Конечно, хватает среди его аристократов и скептиков. Привлечь большое количество среди них, увы, пока не получается. Предубеждения правят в верхушках кланов и родов Первой империи, и с опаской смотрят они в сторону нашего учения. Ты историю знаешь не хуже меня, а, как ее сейчас преподносят, тоже. Так что ожидать большего от светской власти нам не приходится. Ну и наши оппоненты среди массы других религиозных конфессий тоже не дремлют. Вредят в меру своих не столь уж и больших сил, что нам, конечно, на руку. И напоминаю, что ранее тебе говорила не раз, на меч и каленое железо у нас в данный момент нет ни сил, ни средств. Как финансовых, так и людских, а главное магических. Сам же, ведай, жрецы вырождаются, они не конкуренты магам, и это все нашу братью очень печалит. Очень печалит. Но сумасшедших магов вы смогли загнать в подполье, напоминает собеседник владыки. Ну и что? Отмахиваются не сдержанно уж очень владыка. Тут не только мы в них проблему видели, но и правители, и владетельные аристократы. Только толку от этого никакого. Ведь не только кровяков поприжали, но и всяких там химерников, да и прочих. Они сами разобщены между собой сильно, а часто и враждовали между собой. Каждый мнит себя великим архимагом и теоретиком магии. Голубцы. Лучше бы уж свои силы и знания церкви посвятили. Но нет же, упорствуют. Такой была бы отличная помощь. Мы бы из них знатных жрецов сделали. Многому бы научили. Но нет же, сопротивляются. Как могут. Свободу творчества и власть им подавай. Никаких ограничений признавать не хотят, негодующий епископ. Впрочем, если быть честными до конца, не везде мы их смогли поприжать. Ты сам об этом знаешь. Есть места, где эти исчадия ада отлично себя чувствуют. Но есть один плюс для нас. Ведь им постоянно не хватает средств. Усмехнулся иерарх церкви. Они все продажные. И мы этой их продажностью иногда неплохо так пользуемся. Ты-то чего приехал? Потом так внимательно посмотрел на своего собеседника. Прознал все-таки. Гость, пожалуй, неопределенно плечами. Земля слухами полнится, улыбаясь, отвечает он. Но стабильности миру не хватает. Еще шире становится его улыбка. Хмыкает церковник. Знаком с манерой общения своего собеседника он уже давно. Трудного, надо сказать, собеседника. Но уж больно тут бывает для их общего дела полезным. Все как обычно. Сам же говорил, что кое-какие союзы создаются, а какие-то распадаются. Но центры силы, как всегда, вьются около двух империй. Ничего не меняется. Меняются только союзники и бывшие союзники, перешедшие в ранг врагов или противников. Ведь так, спрашивает епископ. Сеньор удовлетворенно кивает. Я это и сейчас повторить могу, владыка? Усмехается он. Больших войн ведь пауза. Пока нет. Нашествия нежить и разных мутантов тоже. С других материков тоже никто не появляется. Так, велотекущие конфликты искусно поддерживаются теми же империями вливанием денег. Ну и отправкой определенного количества наемников. А потом уже их торговцы скупают по дешевке лучший и дорогой товар. В великой степи очередной срач. Орда еще не скоро вновь поднимется. Про претендентов на звание великого кормчего я вообще молчу. Их, как обычно, хватает. Каждый мнит себя великим ярлом. Вот только нелюдь голову все чаще поднимает. Мало им своих вотчин. Раньше и носа боялись показать, кроме большого нашествия мутантов, которого уже не было более двух десятков лет. Надеюсь, и в этот раз они опять пройдутся по ушастым. А то, смотри-ка, опять песни о своем величии вновь распускать по округе стали. Тварь, одним словом. Ты сейчас не орков с гоблинами имеешь в виду? Задал вопрос первосвященник. Отнюдь вздохнул собеседник. И впервые за все время разговора отхлебнул из кубка несладкий морс, что вполне неплохо освежал. Сделав пару глобков, он продолжил. Как я уже докладывал ранее, ушастые повылазили из своих лесов после последней хорошей трепки от мутантов. Хотя их князья все так же продолжают грызться за власть. Великий князь готов уступить трон. Он устал. Ему столько левства, столько не живут. Такое ощущение, что я при последнем докладе ошибался на их счет. Все идет у них к войне, вздыхает. К большой войне. Начали искать союзников, удивился владыка. Вполне возможно, отвечает гражданский. Но быть уверенным насчет эльфов хоть в чем-то, увы, не приходится. Очень уж скользкие твари. И как же турнир? Ты же говорил про турнир среди претендентов. И что в нем причем впервые в истории примут участие девушки, напоминает епископ. Турнир, качает головой докладчик. Конечно, можно ожидать, что совет старейшины князья проследят, что все было максимально честно. Но, увы, уверенности нет. Жажда власти застилает глаза очень многим. Главное победить. А тут еще и дроу активизировались. А что дроу? Они и так в курсе всего, что происходит у их родственничков. Впервые за всю беседу улыбнулся церковник. Вы правильно выразились, отче. Все как обычно, усмехнулся гость. Ничего нового. Помолчали. С чем ты в этот раз ко мне приехал? Буду уверен не только из-за слухов, что... И передразнивая собеседника, повторил недавние его слова, которыми земля полнится. Печальная ухмылка на лице аристократа. Вы, как всегда, правы, уважаемый, хмыкает в усы дорогой гость. Приехал доложить насчет приемного сына герцога Беналье. Поиск оказался безрезультатным. Но, кроме нас, парни ищут и люди императора, и самого герцога, но и, естественно, по линии отца мальчика, настоящего отца. Ага, искренне радуется правосвященник. И каков у них результат поиска? Посредник только усмехнулся в ответ. Ты не поверишь, отвечает он. Аналогичный нашему. Парень попросту испарился. Ну да, ну да, перебирает четкий священник задумчиво бубнит что-то негромким шепотом. Мы и так такой вариант рассматривали. Сложно через столько лет обнаружить маленького человечка в нашем вечно меняющемся мире. Как понял, поисковик результатов не дал. Мотание головы ему ответом от сидящего напротив него человека, а затем последовало и объяснение докладчика. Беналье очень уж вдумчиво к поиску подошел. Прибережные города с обоих сторон моря перетрясли очень качественно, но, увы, поисковик молчит. В них его нет. Искать еще где-то считают делом бессмысленным. Не угадаешь, куда его занесли линии судьбы. Понял. А что супруга герцога, ну, бывшая жена погибшего наследника герцогов Бранских, михи притопного архимага, погибшего в момент противоборства с целым кругом шаманов Орды Орков. Как она отнеслась к таким известиям о поисках ее сына? Интересно, что эта мамаша сейчас в столичной академии возглавляет факультет боевой магии. Еще будучи беременной, ее утвердили на эту должность. Родила девочка. По уверениям знающих людей, ребенок может повторить путь своих родителей. Станет архимагом, вздыхая, продолжил за докладчик и епископ. Проклятие. У нас такая нехватка в магах. А тут вон, поглядишь ты. Некоторые клепают архимагов, как горячие пирожки. Помолчали. Владыка надолго задумался. Все время, пока он молчал, гость смаковал энергетический напиток, который умели варить только в аббатстве в Вен, в стенах, в которых он сейчас и находился. Печально все это, наконец-то произнес священник. Очередная потеря. Надеюсь, что не навсегда. Может быть, мальчик где и засветится? Потом глянул на своего опасного подельника. Ну ладно, спрашивай, все расскажу, улыбнулся епископ. Как на духу? Один из самых опасных людей в этом мире ухмылкой оценил спич в свой адрес. Ну, на духу так на духу, владыка. Как прошла ваша встреча с императором Северной империи? Задает вопрос странный человек в светской одежде в колыбели церкви, да еще с кинжалом на поясе. Договорились, хоть и с трудом. Тут главное, чтобы конкуренты нас не опередили. Император тот еще. Жук. Может и другим церквям и концессиям предложите смотреть, что получится? Потер руки человек в церковной рясе. Приготовь карту королевству Дути, разговор будет долгий. Иерарх подергал за шнурок и вошедшему слуге, тоже в церковной одежде, отдал приказ принести чаю с печеньем и легкого вина. Одного морса для такого важного разговора явно недостаточно. После того, как заслугой закрылись двери. Неудача, постигшая представителя императоров королевства, а главное, большие финансовые расходы, сделала его величество более сговорчивым, улыбнулся владыка. И что он вам предложил, не выдержал посетитель? Многое, но и очень опасное дело. Если мы сейчас с первыми не справимся, то, возможно, мы на долгие годы потеряем влияние в Северной империи. Медленно произнес Иерарх и о чем-то задумался. Его подельник развернул подробную карту королевства Дути и еще раз ее внимательно рассмотрел, попивая легкое вино, давая время одному из глав церкви собраться с мыслями и продолжить разговор. Значит так. Спор между герцогами Трасти и герцогами Тиру закончился в пользу Трасти. Этому, я думаю, способствовал и сам император, улыбнулся владыка. Теперь уже точные герцоги Тиру никогда не смогут претендовать на императорский трон. Но они все еще очень-очень богатый род. Да и графиня Вьела, архимаг жизни, та еще штучка. Но слава богу, у нее не хватило времени навести порядок, а наследники, которые втянули ее в этот конфликт страсти, особо умом не отличаются. На радостях владыка сделал большой глоток легкого и сладкого вина из красивого старинного серебряного бокала. И теперь либо Тиру придется выплачивать неподъемные выплаты или идти на завоевание в ней империи с отречением. Старуха выбрала отречение графа Риса, с которым у нее не самые хорошие отношения. Император же уже давно зарится на ближайшей к империи территории Дути, слишком много хороших и удобных гаваней для портов. Конечно, придется вкладывать большие деньги в развитие, но еще рядом много разной нечисти, а это, как ты понимаешь, уже по нашей части. Тут мы сможем даже набрать добровольцев, серьезно укрепив наши ряды. В общем, императора сильно интересует только побережье, остальное отдает на откуп нам. Но император останавливает война с Южной империей, возможно, с султанатом. Это уже совсем, как ты понимаешь, другие расходы. Да и нет сейчас денег в казне империи на большую войну. Достигнуты несколько десятков лет мир, пока никто нарушать не спешит. Тем более, еще не решена проблема с кочевниками. А также останавливают затаившиеся мутанты из проклятого рода мастеров, о которых уже давно не слышно. У кочевников тоже сейчас внутренний раздра и, возможно, раскол, а это значит разбойничьи набеги на все страны. Поэтому сейчас многие правители посылают своих представителей, чтобы подкупить кочевников и направить их на соседей. Не дай бог навал этих кочевников, вздохнул тяжело посетитель. Да нет, навала, я думаю, не будет. Но вот отдельные орды вполне могут совершать крупные набеги. Ну ладно, вернемся к отреченному графу Рису. Он должен будет со своими людьми захватить город Порт-Хит в королевстве Дути. И, скорее всего, захват произойдет с моря. Люди императора аккуратно донесут эту информацию в султанат. А потом, возможно, и в Южную империю. В конце протянул окончание владыка. Но султанат, а он точно ввяжется в войну за Хит, тем более у него там недавно погибло два сильных мага, то будет примена темная, магия смерти и некромагия. А это значит, что проклятые пятна еще увеличатся, а, возможно, и пробудятся мутанты. Еще раз посмотрел на карту человек в светской одежде. Правильно. Не только увеличатся, но и сольются около города Хит, разделят графство пополам. Приличный кусок королевства Дути окажется во власти нежити, но при этом отделив Северную империю от Южной султаната. А если пробудятся мутанты, то они будут воевать с нежитью, если не попрут на ушастых. И если с Южной империей Северной еще граничат через свободные королевства, то с султанатом территориальных границ больше не будет. Или по реке, или по морю, что в султанате очень не любят. Значит, султанату придется решать проблему либо нежити, либо мутантов, либо кочевников, которым нужны будут новые территории. Север их вряд ли устроит, там близко нет таких просторов. А вот земли султаната вполне. Хотя они могут схлестнуться и с орками, что было бы лучше всего. Сейчас император, наоборот, очень усилит границу, а когда там схлестнутся все, кто хотел, и перебьют друг друга, вот тогда император, освободившиеся войска, и перекинет в другое место. Улыбнулся иерарх. А что делать с нежитью, которая попрет-то во всех направлениях? Спросил о задаче на посетитель. Часть из них, как ты понимаешь, попрет и на степь. Но вот дальше в дело вступаем мы. В результате боевых действий граф Рис, а я думаю, что город он захватит, но получит полуразрушенный город. Сам он стойкостью не отличается, и как только часть нежити чуть поднажмет, то он сядет на свои корабли и вернется в империю. Первый натиск, возможно, он и отобьет, но у него нет больших возможностей, как воевать против нежити или мутантов. Мы же сразу вводим туда войска от церкви и получаем свободный город-порт под руководством церкви. С нежитью нам разбираться не впервой, мутанты хуже, но вряд ли их будет много. Главное успеть отстроить стены второго оборонительного круга, навесить цветы амулета и замкнуть защитный периметр. Улыбнулся Владыка. А что будет, если будут сначала одни, а потом другие? Вот объем все от тех и от других. Главное, стены успеть возвести, а добычи без нас вокруг будет много, отвечает епископ. И в чем нам выгода? Такие проекты окупаются, но очень долго, интересуется собеседник. А выгода в том, что император пообещал нам установить там большой транспортный телепорт за свой счет. А это, как ты понимаешь, десятки миллионов. Плюс порт юридически находится под нашим патронатом, но благоприятный для императора, и не так будет раздражать султанат и Южную империю, когда закончится этот кризис. Все, что добудем и все, что сделаем с проклятых пятен, все пойдет в империю. И там купят. Напомню тебе хотя бы о двух недавно убитых там алых крыс и мутантах. Плюс император выделяет средства на святые стационарные амулеты, которые будут находиться в приграничных с пятнами городах. А значит, что? Прищурил один глаз иерарх. Значит, там будут отделения наших братьев, а значит, увеличится и влияние на Северную империю. Но для чего это императору? Сначала обрадовался, а потом удивился собеседник. Потому что в Южной империи набирают обороты центробежные силы. И если сейчас он не укрепит свою империю, то в ближайшем будущем возможен конфликт с Югом и распад всего Севера на отдельные государства. Все-таки они намного больше, вздохнул владыка. И, как ты понимаешь, для нас это тоже катастрофа. И вообще, в последнее время в мире очень неспокойно так и чувствуется запах большой войны. Так что лучше возглавить этот надвигающийся хаос, чем потом спасаться неизвестно где. Сейчас у нас еще есть время подготовиться. Все так, Ваше Преосвященство, вздохнул человек в светской одежде. Но вот большие выбросы темной энергии при военных действиях и само большое расширение темного, кстати, но очень опасного пятна может привлечь тифлингов с соседнего материка. И так в последнее время их корабли-разведчики стали слишком часто замечать в наших водах. И еще совсем непонятные ситуации с мутантами. Не развяжем ли мы этими действиями конфликт, который поглотит нас всех? — Боже, спаси нас от этих порождений демонов, — произнес владыка. Но договоренности с императором я отменять не буду. Стагнация — вот что происходит у нас сейчас. Нам все равно придется принимать какие-то трудные решения, и все они сейчас выглядят плохо. Но когда бесчинствует нечисть, вера в наше дело, как и в целом, в церковь растет. Жаль только, что не только в нашу. Ускорь прием новых братьев и желательно воинов. Для этого я выделю запасы эликсиров и финансовые средства. И насчет тифлингов. Не удивлюсь, если граф Рис прибегнет к их услугам. И наличие у атакующих магов, которых мы гоняем по всему миру, тоже. Ухмылка на лице воина. Боги! Как же все это мне знакомо!